17 мая 2013 года. Мировые газеты выходят заголовками о смерти экс-диктатора Аргентины Хорхе Виделлы. Он умер в тюрьме Марко Спаск юго-западу от Буэнос-Айреса, где провел свои последние дни в спартанской камере с деревянным крестом на стене. Ему было 87 лет. Причины смерти называли разные. Самое распространенное – сердечный приступ. Говорили, что незадолго до смерти он упал в тюремном душе и скончался, не приходя в сознание. Сотрудники тюрьмы рассказывали, что накануне Виделла плохо себя чувствовал, не хотел есть. Реакция на смерть человека, который развязал в Аргентине грязную войну, была красноречивой. Мы чувствуем, что это облегчение, но мы также опечалены тем, что он не говорил и не давал информации об исчезнувших 30 тысячах человек и 400 наших внуках, которых мы ищем и которые исчезли при его жизни. У Эстеллы во время правления диктара исчезли дети и внуки, как и у сотен матерей по всей Аргентине. Виделлу судили за это. Но для чего он это делал? Зачем похищали людей? Если кто-то хочет плакать, он может это сделать. Но он должен знать, что оплакивает нехорошего человека. Оплакивает человека, который постоянно убивал, пытал, крал и испортил Конституцию. Когда встал вопрос о похоронах диктатора, разразился скандал. Местные СМИ прогнозировали, что семья Виделлы примет решение о захоронении его останков на одном из кладбищ его родного города Мерседес в провинции Буэнос-Айрес. Но жители города провели митинг против его погребения. На случай, если они принесут его тело на местное кладбище, чего, я думаю, не произойдет, сегодня утром мы сделали баннеры с именами каждого из пропавших без вести и их историй. Это подчеркивает, что Виделла будет отвергнут до последнего момента. И это способ сохранить память о его злодеяниях живой. Похороны состоялись на мемориальном кладбище города Пилар 23 мая. Хоронили Виделлу согласно правил, утвержденных в 2009 году. Бывшим военным руководителям, осужденным за нарушение прав человека, не положены воинские почести. Почему многие аргентинцы до сих пор ненавидят Хорхе Виделлу? За что он оказался в тюрьме на старости лет и как за недолгие годы у власти успел настолько запятнать свое имя? Хорхе Рафаэль Виделло Редондо, таково полное имя диктатора, родился 2 августа 1925-го в Мерседесе, пригороде Буэнос-Айреса, в семье военнослужащего. Он был третьим из пяти сыновей. Маленький Хорхе хотел пойти по стопам отца, и в 17 лет он поступил в национальный военный колледж. Через два года окончил его в звании лейтенанта. Тогда в Аргентине многие, особенно военные, восхищались идеями Гитлера и Муссолини. Особенно в том, что касалось построения государства и порядка в армии. Хорхе стал медленно продвигаться по службе. Позже закончил еще одно учебное заведение. На этот раз штабное училище. В 1948 году он женился на дочери аргентинского посла Алисии Ракель Хартридж Лакосте. В этом браке родилось семеро детей, две дочери и пятеро сыновей. В 1955 году аргентинское общество встряхнуло. В стране разразилась освободительная революция. Так официально назвали военное и гражданское восстание, в результате которых Хуан Перрон досрочно покинул пост президента Аргентины. К этому привели экономические проблемы, ряд неудачных действий правительства и культ личности Перрона. А еще преследование диссидентов. Одним из участников государственного переворота был Хорхе Видела. Он был тогда не на ведущих ролях, но смог себя хорошо зарекомендовать. В 1956 его отправили работать советником при посольстве Аргентины в США. Вернувшись на родину, Видела служил в Министерстве обороны Аргентины и преподавал в военной академии. К 70-м он стал бригадным генералом и директором национального военного колледжа. В 1973 был назначен начальником генштаба сухопутных войск. Хорхе все время находился рядом с правящей верхушкой, хотя она и менялась довольно часто. В том же 73-м президентом снова становится Хуан Перрон. Тот самый, которого свергли 20 лет назад. Он властвовал около года, а после его смерти в соответствии с Конституцией власть перешла к вице-президенту и его жене, Изабель Перрон. Она стала первой в истории женщиной-президентом. Правительство продолжает и будет продолжать движение Перрона в это непростое время. Аргентина в начале 70-х переживала тяжелый политический и экономический кризис. И президент Хуан Перрон, и потом его жена пытались объединить в своих реформах капитализм и социализм. Мешала коррупция и повстанческие группировки. А еще простой народ смотрел в сторону Кубы, где в 59-м произошла революция Фиделя Кастро. Революционные движения одно за одним появлялись в Аргентине. Парамилитарные организации позиционировали себя народными, национальными, демократическими. Все они воевали между собой. Насилие и постоянные угрозы, которые мы получали по почте, они к чему-то готовились. В то время мы каждый день получали угрозы. Миссия остановить хаос была возложена на военных. В августе 1975-го президент Изабель Перрон назначила Хорхе Виделлу главнокомандующим аргентинской армией. Это было ее роковой ошибкой. Военные действовали четко, не жалея тех, кто учинял попытки переворотов. Мартовской ночью 1976-го года военные так успокоили протесты, что захватили власть в стране. Хунту возглавил Хорхе Рафаэль Виделла. Он вместе с другими командирами объявил об организации нового порядка, по которому будет жить Аргентина. Генерал-лейтенант Хорхе Рафаэль Виделла, главнокомандующий армией, аргентинец. Богом нашим и святым Евангелия клянусь добросовестно и патриотично выполнять обязанности члена военной хунты. Аргентинцы до сих пор вспоминают это как одно из самых страшных событий в истории. В годовщину переворота люди выходят на митинги, вспоминая жертв, которые погибли по вине нового режима. Чем он был так ужасен? Политическое насилие было каждый день. Я был тогда не в стране. И квартира, где мы жили, была возле местной газеты. Там был международный новостной блок, и каждый день были новости о политических преступлениях в Аргентине. Через пару дней после путча Виделлу объявили новым президентом. А по всей стране заработали фильтрационные лагеря. Их было около 600. Там расправлялись с недовольными и неугодными. Под репрессии попадали не только заключенные, но и их семьи. Шансов выжить было минимум. Новая диктатура собирается использовать антидиверсионную борьбу, как предлог дисциплинировать общество кровью и огнем. Виделла сам распоряжается об этом. Такие принципы его правления. Виделла силой загнал своих соперников в глухое подполье. Имеется в виду тех, кому повезло остаться в живых. На аргентинцев наводили ужас истории о так называемых полетах смерти. Когда людей садили в специальные самолеты и с высоты выбрасывали в океан. Позже на скамье подсудимых пилоты рассказывали подробности происходившего. В каждый полет смерти обычно отправлялись два пилота, три офицера и врач. В полете с приговоренных силами снимали одежду. Делали им укол наркотика или транквилизатора, чтобы полностью лишить воли к сопротивлению и выбрасывали за борт. Обычно накануне убийства заключенным измученным пытками и голодом заявляли, что их переводят в госпиталь. Впрочем, многие догадывались о том, какая судьба их ждет. Людей жестоко убивали просто за инакомыслие. Для борьбы с левой интеллигенцией, социалистами и коммунистами, лидерами рабочих профсоюзов, сельскими вожаками и даже критически настроенными к хунте журналистами и священниками, Хорхе Виделло и его помощники, а потом и преемники, создали мощные эскадроны смерти, тайные спецслужбы, которые игнорировали все нормы и законы. Не задержание, а похищение. Они сделаны абсолютно нелегально, тайно. Опергруппы задерживали предполагаемых действий. Точных данных о том, сколько именно людей были убиты или бесследно исчезли во времена военного режима в Аргентине, нет. Но счет идет на десятки тысяч. В одном из последних интервью аргентинским журналистам, уже из тюрьмы, покойный диктатор Виделло сказал, как вы не понимаете, мы просто должны были быстро и эффективно устранить большое количество людей. А еще Хорхе и приспешники хотели вырастить новое покорное поколение. У матерей отнимали новорожденных и маленьких детей, чтобы потом передать в хорошие офицерские семьи или лояльным режиму гражданам. А самих женщин убивали, в том числе самым любимым палачами способом, сбрасывая живыми с самолетов. Одна из наиболее известных репрессивных операций называется «Ночь карандашей». Это произошло в ночь на 16 сентября 1976 года в Буэнос-Айресе. Там выкрали 10 подростков-лицеистов. Они принимали участие в протесте против подорожания школьного билета на проезд. Их пытали, заставляя признаваться в терроризме. Выжили трое. В то же время Виделло очень сильно работал над экономикой. Он перезапустил ее. В стране остановилась инфляция, в два раза сократилась безработица. Международные кредиторы стали охотнее давать Аргентине деньги. Мы предоставим частную инициативу. И иностранные национальные компании получат все необходимые условия, чтобы участвовать в полной мире в эксплуатации ресурсов. В мире по-разному относились к террору, который устроил Хорхе Виделло. Но многие сотрудничали с ним. В 1978 году в Аргентине даже прошел чемпионат мира по футболу. Его выиграли местные футболисты. Совет стремится очистить свой имидж перед миром. Поэтому они и запустили свои пропагандистские маневры. Очень эффективно это сработало в 1978. Тогда правительство несколько месяцев строило стадионы, отели, комплексы. Диктатура использует спорт в свою пользу, показывая демонстрации как знак поддержки. Но в 1979 доверие к власти военных начало падать, подрывала его коррупция. Мировое сообщество, в том числе США, стали все больше выступать против нарушений прав человека в Аргентине. Напряжение росло, нужно было что-то делать. Тогда военные сместили Виделлу с поста президента, поменяли на другого генерала. Потом к власти пришел еще один из этой же компании. Аргентина ввязалась в войну против Великобритании за право владения Фолклендскими островами. И проиграла. Это был конец режима военных. За многочисленные преступления против собственного народа Виделла был отдан под суд. Он признал себя виновным и в 1985 году был приговорен к пожизненному заключению. В 1990-м бывший диктатор был амнистирован и отправлен под домашний арест. В 2003 году новый аргентинский президент Нестор Киршнер объявил, что Виделла был незаконным президентом. А в сентябре 2006 года помилование, полученное Виделлой 16 лет назад, было признано неконституционным. Судебный процесс продолжился. Виделла находился под домашним арестом до 10 октября 2008-го, после чего был доставлен в военную тюрьму. Хорхи Рафаэль Видела осужден за привлечение к уголовной ответственности, за систематические похищения, задержание и сокрытие несовершеннолетних в возрасте до 10 лет, а также подмену их личности. За этим судом с радостью наблюдали жители Аргентины, особенно те, кто пострадал от режима. Я прожил столько лет в разлуке с отцом, а человеку, который украл меня, дали всего 15 лет, а его жене 5. Этот парень рассказывал о других осужденных в военных преступлениях режима, среди которых были солдат Виктор Галла и его жена Сюзанна Коломбо. В 1979 году они усыновили ребенка, отобранного у Сильвии Квинтеллы, молодой активистки. Только в 35 лет парню удалось добиться справедливости. Галла, солдат, который украл меня, он забрал меня из дома, когда я был крошечным, как военный трофей. С 5 лет он меня избивал. Мои сомнения были фундаментальными. Отсутствие физического сходства, насилия, разница между мной и другими. Потому что, если у тебя есть биологические дети и другой, не твой, внутри семьи всегда будет разница. И я чувствовал неравенство и спрашивал себя, почему? Парню удалось встретиться с родным отцом. Другие же люди годами искали и до сих пор ищут родственников и не могут найти. Мы все еще ищем 500 украденных детей. Они исчезли, но мы думаем, что они все еще живы. И пока они не появятся, Виделла, Акоста и другие ответственные лица будут виновны в этих преступлениях. Виделла был признан виновным в убийстве 31 политического заключенного. А также в нескольких десятках организованных похищений детей. На суде были представлены доказательства того, что по приказу диктатора беременных женщин заключали в секретные тюрьмы. После родов их физически уничтожали, а родившихся детей отдавали в семьи высокопоставленных чиновников и военных. Корхе Рафаэль Виделла был заключен в тюрьму в пригороде Буэнос-Айреса, где и скончался 17 мая 2013 года в возрасте 87 лет. По словам его вдовы, он умер во сне. Однако, по данным руководства тюрьмы, в Марко Спас, Виделла утром почувствовал недомогание. По пути в ванную комнату упал и позже скончался, не приходя в сознание. Субтитры создавал DimaTorzok